мы добрались до острова кроншлот и теперь осталось дело за малым штурмануть на вот эту я бы назвала ее набережной вот такая здесь гранитная стена и как-то мы должны попасть наверх пока я не очень представляю как будем пытаться и так первый пошел чего только не сделаешь ради удовольствия подписчиков и так ура вот мы поднявшись поэт и стенел оказались уже на территории древнейшего форта кронштадта который основал сам петр первый после того как в 1703 году петром первым была заложена на отвоеванных у шведных землях крепость санкт-петербург одной из основных задачей стала ее защита со стороны финского залива для того чтобы предотвратить возможность прохода шведских кораблей в устье невы было решено воздвигнуть форт который способен был огнем орудия защитить фарватер от возможного нападения с моря для определения места где будет строиться такой форт петр произвел промеры глубину острова котлы после чего отбыл в воронеж где собственноручно изготовил макет крепости и прислала его графу меншиков который и возглавил строительство начато оно было в январе 1704 года а уже 7 мая новый форт был освещен новгородским митрополитом в присутствии петра первого и множественные свиты форт был назван кроншлоз коронный ключ позднее переименован в кроншлот коронный замок первоначально это было деревянное строение 40 косых сажен диаметра и два ряда один на другим для ставления пушек коих было 14 позднее форт неоднократно перестраивался и разрастался по площади но считается что кирпичное строение у гавани форта повторяет своей архитектуре размером петровскую постройку постройки которые находятся отдельно от основного здания форта сейчас полная разруха зато здесь можно видеть очень много кирпичей с клеймами как например вот этот вот и по таким кирпичам в случае когда неизвестен возраст постройки можно определить приблизительную дату постройки вот здесь если я не ошибаюсь кирпич с клеймом а в е интересное приспособление вот она очевидно передвигалась и закрывала эту нишу территория форта это явно обитаемо и охраняется здесь можно хорошо видеть нечто типа беседки с натянутой маскировочной сеткой судя по всему охраняют его тоже военные также как и форт александр поэтому лучше отсюда побыстрее уйти внутрь здания похоже на остатки спинки металлической кровати вот сейчас я нахожусь в залах форта здесь пусто но одна архитектура стоит того чтобы наслаждаться периодически попадаются артефакты как например это колесо явно являвшиеся приводом чего-то здесь мы опять видим сложенные конструкции вот спинок кровати вот так выглядят казематы форта интересно что выступы стен выполнены не под прямым углом а имеют как бы скошенную форму для этого использовался специальный лекальный кирпич вот еще один кирпич миляева скорее всего при строительстве этого хорта использовался гранит и кирпичная кладка это одно из самых больших и просторных помещений в городе и без сомнения его архитектура сохранилась без изменений а вот то самое знаменитое здание которое повторяет полностью архитектуру формы первого здания заложенного петром на этом острове а вот здесь мы можем видеть кирпич с двуглавым российским орлом но увы без клейма его изготовителя хотя наверное кирпичники смогут подсказать что же это за изделие где оно было выпущено и когда из окон форта открывается вид на тот самый форт александр в котором нам сегодня тоже по очень удачному стечению обстоятельств удалось побывать отсюда можно выйти во двор форта сейчас я пока это делать не буду потому что нету точной уверенности в том что на острове сейчас мы одни в этом помещении как в большинстве заброшенных зданий можно видеть склад самого различного барахла от современных пластиковых столов до конструкций старых похожих на печь хотя на сто процентов сейчас тяжело это назвать печью но возможно да это какая-то переносная печь а вот здесь мы уже можем видеть лестницу и различные помещения здесь помещение котельной к сожалению она закрыта на замок похоже хотя нет это не так и вот снова передо мной настоящая старая котельная вот это котел причем по оборудованию можно предположить что частично он реставрировался открыть топку у меня сейчас не получается возможно она прихвачена сваркой возможно намертво прержавела здесь мы можем видеть нагревательный контур и еще одну топку которая нагревала поступающую сюда воду вот так выглядит топка это этого котла на крышке топки мы можем прочесть что выпущен этот котел был заводом имени войкова в москве в 1974 году так что котел не такой уж и старый здесь лежит куча инструмента для обслуживания котла и что интересно кочегар был человеком читающим читающим не больше не меньше классику александр грин избранное здесь естественно помещение предусмотрено все необходимое для кочегара этой котельной чтобы он мог переодеться вынуть руки газеты кстати по моему уже вполне современные котельная была угольная здесь в улице угольный склад завозили уголь сцепали его с улицы вот отсюда там видно остатки угля это исторический подвал и фортек интересно что здесь можно видеть много живого и совсем недавно использовавшееся оборудование не могу сейчас сказать что предназначение вот этого если кто-то сталкивался с подобными конструкциями то милости просим к в комментариях я буду ждать информацию о том что это может быть ну а это насос помпа который перекачивала воду очевидно в системе отопления здесь сохранились все манометры видно новые перекрывающие краны перекрывающие арматуры подведено электричество не будем сейчас пробовать его включать но судя по всему это все более чем живое и вот он лабиринт исторических царских подвалов с современными коммуникациями можно предположить что это все было связано с отоплением причем видно что труба вот эта труба по крайней мере проложена и сделано ее утепление явно совсем совсем недавно здесь электрический распределительный щит и там сбутовка кстати можно видеть это щит с предохранителями здесь все явно на месте сюда заведено электричество и с большой вероятностью оно здесь функционирует в здании есть освещение должен работать электрический насос который мы видели до этого а вот тут проходит силовой кабель совсем понятно предназначение вот этого крепления в потолке но возможно там выходили какие-то трубопроводы система подвалов здесь весьма и весьма обширна по всей длине подвала можно видеть проходит силовой кабель форт электрифицирован исследовав подвалы первый этаж форта казематы первого этажа я сейчас пойду наверх интересно что в окне лестницы установлен самодельный прожектор не совсем понятно зачем это сделано светит там в сторону двора да и освещать во дворе особо нечего точнее логичнее было бы освещение сделать с верхней площадки а еще один сюрприз меня ждал на верхней площадке на верхнем этаже это огромный бак для воды клепанный еще того самого лохматого века огромных размеров слева можно видеть дверь примерно для сравнения размеров это уже крыша форта изрядно заросшая зеленью вот там еще похоже на установлен какой-то котел это уже второй этаж форта и обследовав сейчас его я буду отправляться обратно в сторону стены через которую мы залезали поскольку меня там уже ждут мои напарники и хозяин лодки который должен нас доставить обратно здесь на втором этаже есть небольшой балкон на который можно выйти как раз впереди маяк с которого мы только что прошли на территории этого форта и так выглядит сам форт второй этаж форта представляет собой совсем руины устраивавшиеся или построенные позднее вероятно хотя я могу не ошибаться мы обогнули форт вокруг и сейчас попробуем зайти в бухту самого форта это бухта самого форта интересно что в этом форте установлен ветрогенератор и мы приблизились непосредственно к тому легендарному зданию которое повторяет архитектуру заложенного Петром основание этого форта «Т Miyagi» «Т Miyagi» «Т Miyagi» «Т Miyagi» В это морское путешествие нам удалось побывать на двух самых труднодоступных фортах. Император Александр I, который тогда находился под охраной, и Кроншлот, где располагалась военная лаборатория, и нам чудом удалось попасть туда в отсутствие охраны. Либо же повезло не быть замеченным. А также мы посмотрели самый старый маяк Кронштадтской гаврии. На этом я прощаюсь с вами. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх и не забудьте рассказать о нем на своих страницах в соцсетях. Это будет самая лучшая помощь нашему каналу. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч на канале Underworld.